Доброе утро, Елена. Доброе утро, Елена. Доброе утро, Елена. Доброе утро, Елена. Мы начали проект, и, конечно, на начальной стадии было тяжело, потому что самоуправление, в которых молодежная работа развита совершенно по-разному, что говорить, город Нарва, где уже давно действует молодежный центр, большой бюджет и город Нарва ЕСУ. Поэтому, когда мы сели за стол, мы начали думать, какую программу мы должны составить, и здесь надо отдать должное партнерам нашего города и сказать спасибо, потому что если бы мы равнозначно делили бы в бюджет, соответственно, количество молодежи, то, наверное, Нарва ЕСУ также получило бы ноль. А сколько молодежи в Нарва ЕСУ сейчас? 400, правильно? На тот момент было 400, после объединения почти в два раза больше. То есть 700 с чем-то молодежь от 7 до 26 лет. Тогда, да, это было примерно 400 в Нарва ЕСУ. И мы сели за стол переговоров и решили, что мы не будем делить равнозначно бюджет, то есть по самоуправлению, в зависимости от того, сколько молодежи. А в зависимости от того, какие у кого потребности в самоуправлении, мы таким образом будем распределять бюджет и планировать деятельность. Ну вот у вас по соседству Нарва действительно большой город, там молодежи, по-моему, около 11 тысяч насчитывается. Да, и скорее всего, молодежь из Нарва ЕСУ ездила в Нарву проводить свой досуг и как-то развлекаться. Вот здесь вы вступаете в некую конкуренцию с большим городом? Ну, как раз-таки ЕНТК, когда мы обговаривали... ЕНТК — это молодежный союз. Союз, да, молодежная работа, чтобы я так коротко говорю аббревиатуру. То есть они поставили перед нами задачу вот через рамки эти перейти. То есть не ставить рамки такие для молодежи, для себя, чтобы не делить молодежь из города Селомяя, Селомяя, молодежь из Нарвы, из Нарва ЕСУ. То есть раздвинуть рамки. То есть эти вот общественные такие блага, мы говорим о молодежной работе, они должны быть доступны и должны быть бесплатны всем, независимо от того, придут к нам в гости нарвская молодежь или нет. Но если возвращаться к вашему вопросу, то, конечно, мы с Нарвой конкурируем, но если говорить о том, что такое молодежная работа, это же не только развлечение, да, то есть это шире понятие, это также... Ну, давайте расскажем, что такое молодежная работа, что вы делаете? Ну, во-первых, мы открыли молодежный центр. То есть в 2016-м мы начали проект, а в 2018-м осенью мы открыли молодежный центр. Он открыт на базе здания, которое примерно 15-17 лет пустовало, и за счет бюджета местного самоправления мы его реновировали. То есть теперь это полноценный молодежный центр, который открыт 6 дней в неделю. В молодежном центре есть руководитель, это специалист Анна Коновалова, она у вас тоже была недавно здесь в передаче. И он работает по всем законам и принципам молодежной работы. Это развитие навыков молодежи, это работа проектная, это не только развлечение. И в принципе понятно, что молодежь ездит в Нарву, например, частично и учится, например, в гимназии. И здесь перед нами стоит как раз-таки вызов привлечь молодежь того возраста, который учится в Нарве, в проектную деятельность. Но не секрет, что, например, летом в Нарваесу, наоборот, огромный поток молодежи из других городов, в том числе и из Нарвы. И здесь всегда перед Нарваесу стояла задача, ну, скажем, развлечь туристов и предложить им что-то. Но теперь перед нами стоит задача предложить что-то и молодежи летом. Вот, кстати, давайте остановимся на летнем сезоне. Вообще Нарваесу славился всегда своими летними лагерями. Там замечательная природа, море, лагерей очень много. Я регулярно бываю в Нарваесу, и когда я гуляю, я вижу, что практически все лагеря заброшены. И это довольно печальное зрелище. Есть ли у вас идея восстановить вот эти детские лагеря, куда летом могли бы дети приезжать и проводить время? Да, на самом деле в Советском Союзе в Нарваесу действовало примерно 5 лагерей. И это были большие территории, смены до месяца доходили. И сейчас, к сожалению, ну, это в 90-е случилось, многие стоят разрушены. На территории некоторых частные дома, то есть уже невозможно вернуться к ним. Но неоднократно город и активные жители рассуждали о возрождении лагерной деятельности. Но тут, наверное, понятно, что за счет местного самоуправления это тяжело осуществить. Хотя очень хочется. Например, прошлый год, это был первый год работы молодежного центра, у нас было 5 смен. 5 смен по различной теме. Это были дневные лагеря. И все места были уже весной. То есть раскуплены, заняты. И уже сейчас в молодежный центр звонят родители с вопросом, не открыта ли регистрация на лагеря. Поэтому, ну, сейчас, в настоящий момент, ресурс у нас ограничен, потому что молодежный центр небольшой, невозможно оставить на ночь ребят. Мы думаем об этой возможности, о развитии лагерной деятельности. Но, скорее всего, тут нужен заинтересованный предприниматель, да? То есть кто бы взялся развивать эту деятельность. Но там нужно и восстанавливать те здания, которые разрушены уже и временем. Ну, не все, да, сейчас принадлежат городу. Многие уже в частных владениях. Но, например, у нас есть одна территория, точно которая подошла бы под лагерную деятельность. Это бывший детский дом. Он в неплохом состоянии. И, в принципе, идеально подходит для базы, ну, организации лагерей и лагерной деятельности в Нарвоесу. Ну что же, мы желаем вам успехов и продолжения молодежной работы. Я надеюсь, что молодежь Нарвоесу приобрела теперь физическое место для того, чтобы проводить свою досугу и развиваться. И в дальнейшем таких молодых людей будет больше. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в студии была руководитель Центра по интересам города Нарвоесу Наталья Мячина. Продолжение следует... Продолжение следует...